Девушки отдыхают 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 Это очень сильное ультимативное умение ганг-планка. Это такой чемпион-пират, у которого как раз таки есть бочки, которые он может взрывать и наносить просто невероятное количество повреждений. И с помощью своего пушечного обстрела это также глобальная ультимативная способность, которая действует просто по всей карте. Он может вносить всю мятицу и участвовать в любом командном сражении, в котором даже он лично, так сказать, не присутствует. Ну и, дорогие друзья, многие спрашивают, что же происходит на стадионе. Мне вот все-таки показывают сейчас Шаркса, а задняя трибуна немножечко пустая. Дорогие друзья, у нас сейчас перерыв, все фоткаются с косплеями. Кстати, не забывайте то, что наши комментаторы, профессиональные игроки, также находятся в главном холле на первом этаже, также все фоткаются с Браумом, и во время игры постепенно народ пополняется. Пока сейчас та стадия, когда можно просто поболтать с друзьями, как-то узнать у профессиональных мнений киберспортсменов. По слухам, куда ходит где-то Даймонд Прокс. Да, кстати говоря, многие пытаются его найти. Мы уже видели нескольких людей, которые нас спрашивали, а где Даймонд Прокс? Точно. Поэтому, дорогие друзья, мы знаем, где половина стадиона, половина бегает за Даймондом, ну а еще часть бегает за косплеерами. Ну, часть за тобой, безусловно, да, кто-то за Ари бегает, кто-то за Эвелину, у каждого свои любимые косплееры и косплеер. Кстати, Дрейвон очень классный, и если вы с ним сфотографируетесь, хештег Дрейвон Косплей. Легчаешь. Ну, костюм у него просто потрясающий, он просто великолепен. Ну и что ж, дорогие друзья, мы переходим к стадии выбора чемпионов НАТО Свинцера против Вегас Квадрон. Счет пока в пользу. Акул 2-0, НАТО Свинцера на синей стороне. Ну и еще раз, небольшое пояснение, чем же отличается синяя и красная сторона? То, что есть три блокировки у каждой команды, в чем отличие? Да, практически ни в чем. То есть, каждый из команд блокирует по три чемпиона. По очереди синяя сторона первой, красная сторона во вторую очередь. Сейчас НАТО Свинцеры заблокировали опять Шена. Снова, в третий раз у нас данный чемпион уходит в бан. То есть, его теперь нельзя использовать. Не будет у нас плечом к плечу в данной игре. Это ультимативная способность Шена, с помощью которой он может прилетать на любую линию, в любое командное сражение. Почему-то очень не любят этого чемпиона НАТО Свинцеры и не хотят его допускать к игре. Есть один вопрос к базару, учитывая то, что вот сейчас метагейм сменился, опять сменился стиль игры, как мы уже говорили. То есть, изменили вышки и убили полностью смену линии на ранней стадии игры, как это было раньше, на профессиональной сцене. То есть, в одиночных играх вряд ли такое делается. Но вот раньше команда очень часто меняли свою роль на то, чтобы заработать дополнительный золото. Сейчас такого нету, и вот метагейм на этом очень сильно сказывается. И, следственно, мета на верхней линии сильно изменилась. И чемпионы с глобальными ультимейтами с какими-то способностями, сражающиеся как можно дольше на линии, стали куда популярнее. Отсюда и Шен, отсюда и Ганг Планг, отсюда и... Да. Воу-воу-воу, у нас изменения в банах. НАТО Свинцеры наконец-то забанили там Кенчи, который очень много им крови попортил в первых двух играх. Теперь не будет у Эдварда, его любимого саппорта. Не будет он никого из союзников проглатывать и не будет их уносить в безопасное место. Ну а Вега-Сквадрон делают абсолютно те же самые баны, что они сделали в двух предыдущих играх. Талия, Грага, Прайс. Да, Вега-Сквадрон не нужно ничего менять, у них все работает. То есть, Нави сейчас надо что-то делать, чем-то фокусироваться. И я думаю, там Кенчи-то, возможно, именно то, что им нужно было забанить. Смотрите на этот кубок, как же он блистает, как же все красиво разыграно. Ну и Вега-Сквадрон действительно сегодня использует на позиции стрелка XD Smiley. На регулярном сезоне у них играл как раз Ritix. Также в начале у них была достаточно проблематичная ситуация, а вот НАТО Свинцеры приобрели нового стратегического тренера сначала до Ируина, а потом он стал их основным тренером. Бульбок, тебе вопрос, почему такое происходит, почему команды используют замены и зачем командам так много игроков, если играют все равно пять? Всегда у команды есть такая, скажем так, возможность у всех команд, что, допустим, игрок заболел, либо у игрока, скажем так, что-то случилось, из-за чего он не может достаточно определять времени игре, либо просто не может, допустим, поехать на какой-то турнир. И тогда, конечно же, используется игрок замены, который всегда присутствует с командой, ездит вместе с ними всегда, иногда даже тренируется вместе с ними. То есть есть активные замены и есть просто замены, которые, ну, должны быть у команды на любой случай. Активные замены, как, например, в прошлом сезоне была у команды чемпионов мира SKTT-1, то есть на средней линии у них был Faker и EasyHun. Оба этих мидера, соответственно, играли в любой игре, как бы, кого поставит тренер, тот и будет играть, соответственно. Поэтому все зависит чисто от команды и от того, как они привыкли. Вопрос теперь уже к Заку. За счет чего команды стараются подобрать себе чемпионов? Почему они ждут с некоторыми пиками? Расскажи, пожалуйста, подробнее про матчапы. Да, матчапы – это очень важная составляющая Лиги Легенд. То есть вы не можете брать, например, некоторых чемпионов на первой и второй фазе ротации, поскольку против этих чемпионов можно взять какую-то командную композицию, которая полностью испортит всю игру и все ваши планы, которые вы строите на игру. То есть некоторых чемпионов лучше оставлять, даже несмотря на то, что они очень сильные, оставлять на более поздние этапы выбора чемпионов. Ну и посмотрите, что творит Вегас. Квадрон забирает Тарика на позицию поддержки. В Корее это очень активно используется, но и Дайруин улыбнулся в камеру. Как на такое не посмотреть? Тебе вопрос. Я думаю, что Дайруин примерно показал, какой настрой сейчас у команды Na'Vi. То есть они не теряют, например, так хватку, они знают, что они все еще могут выиграть. Я думаю, у них были хорошие учителя в виде моей команды, когда мы против них в той же серии полуфиналов. Мы сыграли 0-2, но после этого мы смогли выиграть три игры подряд. Я думаю, сейчас Заня хочет повторить тот же наш успех и выйти в гранд-финал. Кто не хочет выйти в гранд-финал континентальной лиги летнего сплита 2016 года? Ну и у нас поступают новые вопросы. Дорогие друзья, пишите во всех социальных сетях. На просцене часто вижу, что команды собираются по четыре и сносят башню на верхней линии и на нижней. Почему команда не пытается защитить эти вышки? Что дают эти быстрые уничтожения вышек? Вопрос от Сибиречек. Ну давайте я попробую, наверное, ответить. Ой-ой-ой! Это Джарван для Лазанни. Легендарный игрок с легендарным чемпионом Бульбазавр. С легендарным мемасиком, я бы сказал, про этого чемпиона. Ботинок не нужен. Ботинок не нужен, да. Я Джарван, я помогу. Еще во время третьего лана Старладера он тогда играл как раз-таки снова против меня в гранд-финале. Против тогдашней моей команды Хардрандом. И он тогда играл за Джарвана без ботинка. Он там, если не ошибаюсь, минут сорок бегал без этого предмета. И ему было хорошо. Ну а сейчас, когда Джарван получил усиление благодаря Riot Games, Лазанни достает свою короночку и начинает играть на любимом чемпионе. Дорогие друзья, собственно, к чему мы вас и призываем. Не пытайтесь стремиться за метагимом. Старайтесь играть на чемпионах, которые вам нравятся. И старайтесь их лучше изучить. Ну так все-таки, Зак, ответь, пожалуйста, на вопрос, почему команды по четырем... По четыре человека сносят вышку на верхней линии, на нижней. Ну, во-первых, самое главное, что вы должны запомнить, это то, что борьба за строение – это ключевая ваша тактика в Лиге Лиге. То есть убийства даже не так важны, как взятие строения. Строение приносит вам золото, строение преимущество, тактическое преимущество на карте. Поэтому команды всегда стараются их уничтожить. Они собираются, группятся вдвоем, втроем, в четырем, чтобы получить численное преимущество и сломать. И стараются это делать намного быстрее, чем противник успеет подойти, подтянуть силы и защитить данное строение. И защищать строение, которое вы не в силах защитить – это не всегда верная стратегия. Иногда более правильно это атаковать в том месте, где вражеской команды нет. То есть если у вас забирают вышку на боте, забирайте вышку на топе. И тем самым вы просто разменяетесь и будете на равных по золоту. Это лучше, чем пытаться защитить и не защитить. Тренеры команды помогли своим игрокам со стратегиями на игру. Выкатили что-то интересное. Команда Natus Vincere играет на... Лин? Да, на все деньги. Они просто сделали ставку на определенных своих, наверное, лучших персонажей, которые они думали не выкатывать, допустим, до гранд-финала или что-то такое. Но сейчас они понимают, что терять им нечего. Они должны сделать что-то. И сейчас посмотрим. Ну и вопрос поступает от АМ Рума. Как раз вопрос насчет Тарика, которого мы так немножко подкайпили. Самый сексуальный чемпион Лиги Регент по-любому. Вау. Вау. Почему его так редко используют как саппорта на высоких эла? Ну, высокая ела это понятие достаточно растяжимое для меня. Платина считается высокая ела. Оно вот для Зака не будет. В скором времени мы ответим на этот вопрос. Но пока третья игра между Вегас-Квадрон и НАТО с Винцера. Решающая игра для НАВИ и Веги. Ведь, возможно, если Вега сейчас победит, они выйдут в гранд-финал континентальной лиги. Ну и вопрос к тебе, Зак. Почему Тарика редко используют на высоком эла? Его достаточно сложно использовать. То есть он требует очень хорошего взаимодействия между, собственно говоря, Тариком и его командой. Поскольку способности Тарика, они, вот, по крайней мере, способность оглушения, она переносится и на вашего союзного чемпиона. И от вашего взаимного грамотного позиционирования. Зависит от того, сможете вы оглушить противника и получить преимущество или нет. То есть это непростой чемпион. Ну и посмотрите, дробовик также выкатил своего любимого Владимира. Он, коли играет на Ирели. Давайте вот все-таки пройдемся по чемпионам. Тебе достается нато с Винцера. И в Na'Vi Докси играет на Гангпанке. Na'Vi! Валана пошла! Да, Лазань играет на Джарване четвертом. Саулюс на Лепуаночке. Винцент Вега играет на Джинни. И Скеш, конечно же, на Бордосике. Что делают эти чемпионы? Очень много урона. То есть на все деньги. Да. И Джарван, в принципе, у него, знаешь, у него возможности есть прыгнуть во вражескую команду благодаря его ультимативной способности. И закрыть ее. И говорить на все деньги, ребята, бейте меня, а моя команда убьет вас. Есть старый мэм, который, я Джарван, ей помогаю. Где-то берешь и закрываешь катаклизмом всех своих игроков. Вы создаете небольшую, так сказать, зону непреодолимую. Да. И закрываете своих союзников. Вы создаете стены вокруг этой зоны скорее. Кстати говоря, как у нас уже по здоровью просели оба топ-лейнера. Ну, мы видим, скажем так, уже понравившийся всем заход Занзараха на верхнюю линию. Но Лазаня делает это зеркально, но на нижней линии. Сейчас посмотрим, чей ганку дастся. Лазаня заходит. Лазаня пошел. Эдвард охотится под фокусом. Стали ты, вот, скажешь, смертельное действие от Винсента Вега. Его обезближает. Игнать был использован, вспламенился. Тарик забирает первую кровь. Теперь играет по Докси. И Вега с квадром с Na'Vi разминивается один в один по разным линиям. Но, но, самое главное, Na'Vi разменялись первыми. Соответственно, они получили первую кровь. Они получили больше золота. То есть три игрока Na'Vi участвовали в убийстве. В то время как только два игрока со стороны Веги участвовали в своем. И Na'Vi хоть немного, но уже впереди. Ну, и сейчас, кстати говоря, лесники заходят во вражеский лес. Обе команды знают, что лесник противоположной команды находится на противоположной части карты. Соответственно, Лазаня в чужом лесу забирает синий баф. И, соответственно, то же самое делает и Занзара. То есть он заходит во вражеский лес. Знает, что вражеского лесника там нет. И спокойно забирает себе усиление. Делайте, поступайте подобным образом и в своих ранговых одиночных играх. Сейчас Эйдор неужели будет под контролем с кэш. Все-таки используется мастерочка. Приказ Повелителя Грома используется она не специально. Занзарак снова заезжает на Докси. Но Докси сейчас стоит очень далеко от стены. Все-таки опыт его научил. Но давайте все-таки пройдемся по талантопризывателю. Как они получаются? Зак, вопрос к себе. Талантопризывателя. Это так называемый мастерис. Они у нас даются с каждым вашим уровнем призывателя. Вы открываете по одному очку таланта. И, соответственно, можете их использовать. Вы можете комбинировать их. У нас есть три ветки. У нас есть атакующая ветка, защитная ветка и ветка хитрости. На различных чемпионах существуют различные комбинации, работающие в той или иной. Причем даже на одного и того же чемпиона можно брать разные комбинации талантов, открывающих, усиливающих те или иные стороны вашего чемпиона. В зависимости от того, где вы играете. Ой, неужели дробовика сейчас заберут? У него переполнение используют. Отхиливается, но урона достаточно. Команды НАТО Свинца дробовик использует. Далон Атоль неуязвим. Использует скачок на то, чтобы отойти от Ганга, который создал Лазаня на нижней линии. Бинцетвега под изнурением. Эдвард попал своим ослеплением. У Схеша мало здоровья, но их Дисмайли не может идти вперед. Кстати, Жин очень примечательный тем, что у него всего четыре автоатаки. Это его любимое число. Занзарак пошел на верхнюю линию. Неужели снова будет играть под Докси? Нонхоли его обездвиживает и оглушает с помощью своего Е умения. Нонхоли подбрасывает Докси. Докси уже никак не уйти. И Нонхоли забирает убийство на верхней линии. 1-0-1 Ирэлли и 0-2-0 Ганг Планг. Да, очень агрессивно как-то стоял Докси. Он увидел Занзараха. Я не понимаю, почему он не побежал вниз. Соответственно, он мог просто бежать к своей вышке и спастись от этого Ганга. То есть у Занзараха и у Нонхоли просто не было их скачков. И мне очень непонятны были действия Докси. Возможно, он пытался, скажем так, сыграть на дурачка, как мы объясняли. Показать, что, возможно, кто-то из двух команды рядом, но там никого не было. И он поплатился за это своей жизнью. У нас, кстати, поступает новый вопрос от C300 Channel. У Na'Vi плохо с контролем вардов на карте? Ну, это спорное, конечно, утверждение. Но теперь сам вопрос. Правда ли, что варды решают игру на ранних этапах? Зак? Ой, варды решают игру не только на ранних этапах. Как вы видели, в прошлой игре не было вардов у команды НАТУ Свинцера в районе Барона Анашора. И они просто пропустили дражескую атаку на этого эпического монстра. И отдали такое невероятно мощное усиление врагам. Просто так, без какого-то контеста, без какого-то сопротивления. Друг поддержки приходит на среднюю линию. Дробовик использует АЛОМ, за счет чего и уклоняется от ОКО Вселенной Барда. Так что варды решают на любой стадии игры. Обзор очень важен. Еще раз повторяю, ребята, не экономьте деньги на покупку вардов. Не забывайте использовать бесплатные желтые тринкеты, которые даются вам в самом начале игры. Вы можете их совершенно бесплатно купить в магазине. Что, кстати говоря, некоторые начинающие игроки забывают, убегая с базы, не закупившись этим важным примером. Не забывайте их использовать, расставлять по карте в ключевых местах. И ваша жизнь на карте будет намного более спокойной. Ну, теперь вопрос от Зеваки. Скорее всего, он будет адресован Бульбазавру. Скажите, пожалуйста, стоит ли в Лейте продавать ботинок? Ну, хотелось бы спросить, конечно, у Лазани. Но вот все-таки вопрос достается именно Бульбазавру. Я бы сказал, что все зависит от ситуации и от, скажем так, персонажа. То есть есть персонажи, которым ботинок вообще не собирается в данный, скажем так, момент игры. Это, например, Кассиопея. Этот персонаж собирает полностью 6 предметов в урон. И ей ботинок не нужен, потому что у нее есть ее пассивное ускорение. А всем другим персонажам я бы предпочел ботинок оставлять. Потому что некоторые ботинки добавляют хорошие статы. Например, те же Берсеркер ботинки добавляют достаточно много скорости урона. Также Ниндзя Таби, они тоже хорошие. Они добавляют достаточно много брони. Но самое главное, это скорость передвижения. Если вы не добежите до своих целей, зачем тогда вам урон, если вы не сможете его, по сути, нанести? Поэтому ботинок очень важен. Но если у вашей команды не хватает урона, и вы, допустим, какой-то стрелок, либо маг, то, в принципе, ботинок можно продать в очень поздней стадии игры, заменяя его каким-то итемом на урон. Кстати, посмотрите, как Ганг Клан грамотно использует свои бочки. Он ставит их в кустах, чтобы враг их не видел и не мог уничтожить. Ведь спустя несколько секунд бочечку можно будет уничтожить всего одним ударом. А бочка, между прочим, снимает часть брони с врага. Ну и как вообще работает пробивание брони? Еще раз, Зак, повтори, пожалуйста. И почему не все показатели урона работают так, мы их видим. Да, на самом деле, даже если вы наносите, там, скажем, 100 единиц урона, то это не факт, что ваша автака именно 100 единиц урона нанесет. Ого, абсолютное умение по Эдварду от Джины. Еще идет и пушечный обстрел от Ганг Кланга. Эдварда все меньше и меньше здоровья. Саулюс прыгает вперед, находится под из зрения. Его дамаг режется, не может он ничего сделать. Урона не хватает, но Лазанья вовремя появляется, забирает арку. Но теперь самому еще уйти, но он холли к нему подскакивает. Но Лазанья сможет и уйти, эфемерные клинки пошли. Тем временем на нижней линии подплэшивается. Винсент Вега не попадает смертельным действием, заберет ли или нет. Вот она легендарная комбинация умений. Катаклизм от Джорвана, где он и скончался. Север забирает Джин, ноут Саулюс. Должен сейчас будет умирать от ультимайта дробовика. Дробовик подхиливается и Винсент Вега не добивает с последнего критического выстрела. Четвертый всегда критует. Четыре выстрела, но уйти. Надо нам серьезно пройтись по способностям чемпионов. Нет времени, мне кажется, про нонгитые способности. Нонхолли сейчас должен забирать Докси, но все-таки отступает, потому что прекрасно понимает, что нужно и миньончиков забирать. Все-таки фарм превалирует над миньонами. Да. Динамичное у нас сражение, растянувшееся на полторы, наверное, минуты. Счет у нас уже 3-4 по убийству в пользу Вега Сквадрон. Находятся они немножко впереди по золоту, примерно на тысячу золотых. Примерно на какого-то одного из чемпионов они могут, наверное, купить какой-то дополнительный предмет. Но пока что это разрыв не катастрофический. Еще ничего не потеряно для Na'Vi. Пытаются Na'Vi играть очень агрессивно, организуя просто сражения на всех линиях. Потому что это как раз ключевая особенность команды Na'Vi. Они играют от каких-то неожиданных действий. Они понимают, что они слабы в каких-то командных взаимодействиях, в каких-то тактических элементах. Поэтому стараются просто играть агрессивно, навязывая сражения, навязывая бои на любых участках карты, заставляя противника просто ошибаться. Да, и сейчас, в принципе, мы видим, что команда Na'Vi поняла, что... поняла скорее. Что им нужно что-то делать как можно чаще, соответственно. Им нужно драться не 5 на 5, им нужно делать драки 2 на 2, 3 на 3. И переигрывать именно на собственной механике. То есть в каких-то командных перемещениях им это не удастся. Да, ну и вновь берется у нас убийца для Саулюса на среднюю линию. На этот раз это Леблан. Ее ультимативная способность, она мимикрирование. Ой, неужели по дровику будет играть с кэшпэля и слизня? Откуда строчка неизбежно? Дровик к нему попадает, Лазанни не попадает в комбинации. Что продолжить цепочку контроля, за счет чего дробовик использует скачок и уходит от ганга. Трайки игроков на то с Винцеры. Ой, серьезно переграли сами себя игроки из Нави. Их комбинация ультимативных умений просто законтрила друг друга. Отсрочка неизбежности от скэша была совсем не к месту. Как раз из-за нее свои комбой, свои комбинации Ку и Е промахнулся у нас Лазанни. И, соответственно, не смог подкинуть дробовика, не смог его оглушить на какое-то время. И тот сумел использовать скачок и уйти в безопасность под свою вышку. Но вообще Лазанни мог пойти под вышку, использовать свою ультимативную способность, потому что у дробовика не было ни скачка, у него не было его W спела. И, в принципе, они могли его убить, но Лазанни решил сыграть более осторожно. Он не знал, есть ли там кто-то сзади дробовика, и, возможно, он бы поплатился за это с жизнью. Ну и Эдвард получил шестой уровень, а ультимейт Тарика, как мы знаем, многое может сделать. Да, ультимейт Тарика... Ой-ой-ой, что происходит? Нон-Колли снова нам не дает. Ни о чем поговорить, мгновенно забрали. Докси выживает, использует скачок, не позволяя Рейли себя забрать. Ультимейт Сибир пошел, вот оно, космическое сиение. А Тарика дает неуязвимость команды, вегает в хатрон. И оно забирает очередное убийство. Занзарак и Эдвард находятся под станом с кэша, и Т1, вышка на нижней линии будет взята. Вот Лазанни кидает, как его, ну то, чтобы ускорить свою автоатаку. И вместе с Докси они разменяются, скорее всего, по вышкам один-в-один. И на Минлейне у нас ровно матчап. Ну и как видите, как раз таки, как я и говорил в начале трансляции, команды не всегда защищают свои строения. То есть на нижней стороне красная команда удалось взять вышку первого уровня по нижней линии, на что синяя команда забирает вышку первого уровня на верхней линии. Да, и сейчас мы видим, что Вегас Квадрон после того, как взяли одно убийство, одну вышку, сразу же пошли брать дракона. Они укрепляют свое преимущество еще больше. Их командной композиции этот баф дракона даст очень много, так как у них все построено именно на их передвижении, на их скорости передвижения. И чем больше его, тем лучше для них. Блин, неужели Бульганг по дробовику от Скаша используется? Ультимативная способность у дробовика, чтобы себя отхилить. Находится под исполнением, что уменьшает его исцеление. Дробовик сможет не сдадать Саулюса! Саулюс не догорает от Игната от исполнения от Саммонера, который использовал дробовик. И все-таки Барт помогает Лебланк выжить на низком уровне здоровья. Их здесь Мали не дотягивается по Мирангам. Использует щит от Маги на то, чтобы принять окову силену от Скаша. Но не получается. Зафейлил, по-моему, дробовик свой ультимейт. Он применил его просто по пустому пространству. Не попал он по Саулюсу. Нет, он попал по Саулюсу. Попал, да? Попал. А что делать ультимейт Владимир? Да. Что делает ультимейт Владимир? А, что делает ультимейт Владимир? Прости, я пропустил твой вопрос. Спасибо. Значит, вопрос о зрителе мы не пропускаем, мы от моей пропускаем. Да. Хитрость. Все правильно. А, окей. Ультимейт Владимира у нас наносит, во-первых, конечно же, гигантское количество урона, помимо всего прочего. Но плюс он еще увеличивает урон, входящий по цели. Соответственно, урон всей вашей команды также возрастает. Ну и кроме того, теперь же после переделки Владимира он восстанавливает самому Владимиру очень-очень много здоровья. Кстати, мы также забыли упомянуть о том, что есть такой предмет, как видящий камень, который позволяет также выставлять тотемы. И сейчас мы видим, что Рексай куплен именно этот предметом, а чета охотника она не решила заканчивать. Еще раз напомню, что используйте какие-нибудь гайды, например, Зака, чтобы лучше разбираться в предметах. Его док сейчас под вышечкой могут и зажать. Джерван с Бардом это прекрасно чувствует. Это смещается на верхнюю линзу. Назарак поставил тотем, чтобы проверить туман войны и нашел, что же все-таки происходит. И сейчас Най не собираются давать вышку для Вегас Квадрон на верхней линии, но мне кажется, они сейчас могут за это победиться, если зайдут в свой лес, так как там очень много тотемов от команды Вегас Квадрон, и они могут их поймать. А учитывая, что Вегас Квадрон уже впереди на 2000 золотых почти, они намного сильнее, и там, не знаю, вот Рексай, она сейчас просто наносит какие-то нереальные уроны. Итераться один на один с ней будет очень трудно любому персонажу. Ключевой вопрос, который мы опустили, когда и для чего брать Герольда Бездны? Да, кстати говоря, как-то мало внимания данному эпическому монстру уделяют обе команды за последние, по-моему, две игры мы ни разу не видели его. Можно Бульбазавр, спасибо, Бульбазавр. Почему команды не фокусируют свое внимание на Герольде? Ну, я думаю, что, во-первых, этот эпический монстр очень силен, его забрать вдвоем нереально трудно, иногда нужно три человека, чтобы это сделать, и поэтому некоторые команды просто не видят в этом смысла. То есть забрать дракона намного проще, а за Герольда можно еще и поплатиться своей жизнью, если вы будете делать его достаточно долго. Ну и плюс он дает усиление не лишь на одного члена команды на 20 минут. Это, ну, скажем так, не вурф. На самом деле, при игровом стиле Na'Vi отдавать вот баф Герольда Безда какому-нибудь Саулиусу, который склитпушит, то есть создает давление по боковой линии, это была бы хорошая идея, на самом деле. Срочка неуспешно! Смайли с Эдварда в нее попадает, не успевает использовать щит от магии, Лазанья использует свою комбинацию, это вот отвечает ультимейтам в космическое сияние, ослепляет Лазанью, обезвиживая его, пошел выход на поклон, а Жина первый выстрел по дробовику, на дробовик находится в Валмомте, здесь Смайли использует свой ультимейт на то, чтобы ускорить команду, Зазарак пофлэшивается из ультимейта, Лазанья идет ответный телепорт от Ирэли, сейчас можно закрыть команду, Натус Винцер идет активный покус по Лазанне, его забирает, Вега-Сквадрон разменивается, один в ноль пока в свою пользу, Зазарак поехал вперед через туннельчик, отфлэшивается. И не смогут защитить эту вышку команда Na'Vi, у них не хватает игрока, то есть Саулиус опять-таки доходит отдельно от команды на боковой линии, и сейчас в очередной раз Вега демонстрирует то, что их командные взаимодействия намного-намного сильнее, забайтили они в очередной раз на сражение на верхней линии, подключили телепортом одного из своих игроков, который зашел к вражеской команде за спину и закрыли вражескую команду, сделав убийство в свою пользу. Ну и кстати говоря, команды пошли забирать Герольда Безда. Да, для Веги как раз-таки этот Героль Безда может быть очень сильным, так как он что для Ирэли, что для Рик Сайда очень сильное усиление, так как эти оба персонажа скорее всего будут идти отдельно от команды, и они будут наносить нереальное количество урона, поэтому, ну да, отдаются Ирэли, да. Все верно. Она уже получила свой тройственный союз, и сейчас она, скажем так, в своем пике своей силы, и чем дальше, тем хуже. Ой, какая красивая анимация появилась на поле стадиона. Увид Герольд Бездны. Что дает Герольд Зак? Герольд у нас, во-первых, он снижает урон от вражеского чемпиона по вам, во-вторых, он дает вам баф, который настекивается, и при 100 единицах этого бафа следующая ваша автака нанесет больше урона. Вот. Но самая главная особенность этого бафа в том, что он работает только когда вы находитесь отдельно от своей команды. То есть, когда вы в одиночестве против всех своих врагов, вот тогда он вас будет усиливать. Если вы подойдете к своей команде, баф перестанет работать. Вопрос от Йены 92. Как понять, какой чемпион, кого контрит? Дорогие друзья, есть сайты статистики, на которых можно посмотреть итомизации, то есть предметы, можно посмотреть винрейт, то есть показатели процента побед или поражения против данного чемпиона. Ну и, как сайты так называются, чемпион G. Ой-ой-ой, смайли! Смайли! Может умереть, действительно, может такое произойти. Катаклист, все они были использованы, но все равно пушечный обстрел, со соотакой бафа его. Занзарах! Занзарах теперь переключается на Винценте Вега. Винценте Вега использует население. Саулиус сажает на цепь Занзараха. По-троим уйдет ультимейт от Скиша. 6-6, становится еще Занзарах под контролем. Заулиус поддерживает снициацию. Лазанни использует катаклист. Минус Ирелия переключается теперь на Занзарах с Эдвардом. Ничего не удается команде Вега-Сквадрон сейчас делать против НАТО с Винценте. Что вообще происходит? Лазанни. Нави! Даблкил! А вот здесь Нави! Нави-то победили! В драке, но не в игре. Пока еще нет, но все... Они делают все возможно для этого. То есть, они поймали Вега-Сквадрон на том, что Вега почувствовала силу, решили пойти вперед. И самое главное, что сделали это с Кеш и Винцент Вега, они поймали Смайли, который оверэкстендил. Мы уже объясняли это. И благодаря этому они смогли его убить и начать драку, когда Вега почувствовала силу. Еще раз, для новых присоединившихся игроков, что такое оверэкстенд? Оверэкстенд это когда ты делаешь определенные действия, которые ты сейчас не можешь сделать. То есть, ты заходишь слишком далеко на линию без тотемов, без своей командной поддержки сзади. То есть, тебя могут поймать и убить, соответственно. Чем агрессивнее действие, тем больше оверэкстенд. То есть, это переоценка своих собственных сил, недооценка ситуации. Да, вы победили, дорогие друзья. Я вижу, что в чатике вы это пишите, дорогие друзья. Но пока еще рано. 2-0 в пользу Вега-Сквадрон. И это матч для Веги, чтобы выйти в гранд-финал в континентальной линии. По Эдварду проходит очень много урона и используется космическое состояние, но все-таки Na'Vi не решается сейчас наступать. Веги нужно отхватить сейчас, потому что если они останутся здесь, они все могут поплатиться жизнью, потому что у них очень мало здоровья. Эдвард потратил свою ультимативную способность и... Ультимативная способность Старика, кстати, очень сильна. То есть, она дает неуязвимость вокруг двух целей на целых, по-моему, 2 секунды, да? Конечно, она долго кастуется, применяется. Больше, чем 2 хотелось. Две с половиной, да? Нет, ну смотри, как получается. Если ты можешь повесить вроде, как-то называется, бравиады, или как-то так, у него умение называется. Суть в том, что вы можете провесить его на своего союзника и использовать ультимей. Те, кто будут находиться в этой зоне, будут неуязвимость, и поэтому вся ваша команда может остаться целым и неуязвимым. Да, к вражескому урону. Действительно. Ключевые моменты в командных сражениях это может быть действительно решить исход всего сражения. Смертельный действительный, пошло, полонколи проживает очень много контроля ультимейта, а Голпака пошел. Нави добирает два убийства, 11-6. Неужели? Это камбэк от Нави, возвращение в игру и в серию против Вега Сквадроны. Сейчас все склоняется к тому, что Вега Сквадроны может проиграть данное сражение. Нави сейчас нужно заходить на Т3, потому что если они сейчас его не заберут, у них будет очень мало возможностей позже, но они решают отойти. Большое количество миньонов у нас идет и по верхней линии, то есть сами миньоны создают давление и туда вынужден смещаться дробовик, чтобы как-то отпушить линию, то есть зачистить волну миньонов, чтобы та не смогла сломать его вышку. Ну и такое же давление создается еще и по нижней линии. Туда спешат как Докси, так и Занзара, который будет защищать свою вышку. Ну Докси решил у нас вернуться на базу, закрепиться предметиками. Я бы хотел отметить отличную, просто феноменальную игру от Скэша. То есть мы еще перед финалами говорили, что это игрок, на которого стоит обратить внимание и сейчас Скэш 4.06 Барт, который все вот 10 убийств из 11 убийств Нави были сделаны в основном благодаря Скэшу. И если бы не он, то я не думаю, что у Нави были бы такие шансы. Скэш просто сейчас на своему горбу тащит Нави. Ну и дорогие друзья, вы очень часто задаете вопрос о том, что делать со страничками рун. Мы уже отвечали. После 20-го, как правило, старайтесь собрать именно 3-го уровня руны, чтобы играть на своих любимых чемпионах. Кроме, конечно же, необходимо старайтесь их закупить. Как правило, играет несколько страничек. Роль мне хватает буквально 3-х для того, чтобы нормально себя чувствовать и играть. Но, конечно, на некоторых чемпионах требуются уникальные рунки. Что касаемо талантов, вы получаете их с апгрейдом своего уровня, то есть получением так же, как и некоторые умения призывать. Например, скачок. Многие спрашивают, что такое флешница. Флеш равно скачок. То есть, как правило, используется именно подобная терминология. Если вы ее услышите, не пугайтесь, дорогие друзья. Снова идет ультимейт от скача ловит Занзараха. Но продолжит или нет, такого вселенной не дотягивается, но он уходит через туннель. Очень интересная механика от Лиги Легенд только что была. Скач оглушил Занзараха, но Занзарах уже в момент, когда скач использовал оковы вселенной на него, он пролез по своему туннелю. Сейчас скач пытается сделать еще больше, но нави сейчас просто должны забирать вышки внешние, которые остались внизу. Осталась одна, даже две вышки. И Т2 вышка на верхней линии. Соответственно, они все там сгруппированы. И Нонхолли идет, пытается пойти по нижней линии. Перетягивает облечь туда. Неужели будет сейчас драка против команды Вегас, квадроны Эдвард находится в мисс позиции, но Лозанне не может продолжить свою комбинацию. Кстати, про комбинацию. Если вы используете Копьё, а потом к нему притягиваетесь, Е+, вы можете подбросить вражеского чемпиона. Да, собственно говоря, это как раз и есть элемент контроля в арсенале Джарвана. Вега врывается. Вега врывается. Кэш! 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 Что происходит? Лозанне переключается в дробовик, разбирается, если планк. Вот это игра, дробовик должен быть сейчас уничтожен. еще отхиливается с переливания, но и Натус Винцеры должны получать еще одно убийство. Рано или поздно его, конечно, огонят. Четыре в один для Na'Vi. Они сейчас просто показывают, что сдаваться они не хотят. Они сейчас пойдут на барона, на шора. Это правильное решение. Забрать вышку не так важно, как забрать барона. То есть, Листник вражеской команды мертв, никто его состилить не может, но, кстати, Замзарах сейчас возрождается, кстати, это может быть очень рисковым. Ай-яй-яй, спектатор, пожалуйста, вернись. Вернись. Вернись, пожалуйста, на браку, потом. И спектатор, пожалуйста. Спектатор, это наблюдатель, осозилить равно украсть. Но нато Свинцера подходит. Барона на шор, Эдвард подходит. Ускажа Свинцент, Вега мало здоровья, ослепляет лазанью. Лазанью забирает барона на шор, и Севир забирает барды, и рикошет оттягивается до Джину. Джин ничего не может сделать. Докси перефлэшивается через стену, перескочил с помощью умения призывателей. Эдвард не дотягивается, слепление до лазанью. Скорее всего, у него закрыт лазанью. Нет ни маны, ни здоровья. Абсолютно ничего. Бумеранг не дотягивается, рикошеты пошли. Лазанья. Что ж ты делаешь? Танцуешь, но все равно уже никуда не мог уйти. И посмотрите, это действительно очень классный момент. 15-10, пользу рожденных побеждать. Очень много отдали за этого барона на шора, конечно же, Нави. Очень много киллов, очень много убийств. Однако усиление они все-таки получили. И на Саулиусе это усиление еще есть. И на Докси еще есть. Отлично. Да, соответственно, два персонажа. Это очень даже хорошо, учитывая, в какой ситуации были Нави. Если бы они потеряли нам всех, тогда бы это было 100% невыгодой для них. Но сейчас они полностью нивелируют то золото, которое они отставали в начале и в середине игры. И сейчас, самое главное, Вега больше не сможет забрать этого барона на шора, соответственно. Да, ну и смотрите, у нас идут пинги, то есть кто-то кликает по миникарте на дракона, то есть сейчас будет за него серьезная драка. Дракон у нас океанический, убив которого вы получите силение, которое будет восстанавливать вам здоровье, что очень важно при ведении осад и защищаясь против тех же самых осад. Начинают уже делать дракона у нас Вега. Ну, скажешь, подходит очень близко, возможно, его поймают, но все-таки успеют идти через туннель. Ну и Линзет Вега использует свой ультимейт, стреляет по их здесь Майли, Зазарак находится под отсрочкой неизбежного. Выстрел это очень болезненный, такого вселенного в этот раз никого не станет. Используется комбинация ультимейтов между Сибирь и Тарьков. Зазарак врывается в тимфайт, только в тимфайт, Владимир, Черван забирает дракона. И что происходит? Команда НАТО с Винцера легчайше просто выигрывает этот файт. Нави сейчас выиграет эту игру. За счетом 20-10 они разложили всех своих оппонентов. Это Эйс в их пользу. И они могут с бафом Барона Ашора закончат эту игру. Скорее всего, да, но там таймеры по 20 секунд. 20 секунд, они успеют. Нави должны идти заканчивать игру. Они должны. Лазанья скажет заканчивать игру. Я знаю, Лазанья. Лазанья хорош. Ты знал. Ты знал, что это может быть. Но все-таки Вегас Квадром возможно сейчас еще возвратится. 5 секунд. Нато Свинцер забирает вторую вышку. Этот появился, ослепил Лазанья. Лазанья горит от вышки. Но все-таки урона недостаточно. По Нексусу! По Нексусу, пожалуйста. И где Смайли начинает обмануть. И нато Свинцеры все-таки победили. И забирают решающую карту Вегас Квадром. Счет становится 2-1. Победу в пользу Рожденных побеждать. Не будет у нас сегодня легчайших 3-0. Нато Свинцеры Рожденные побеждать так просто не сдаются. Счет у нас 2-1. А серия у нас до трех побед. Так что следующая игра опять будет решающая. Что за разворот? Что за разворот? Как они это сделали? Учитывая то, что первые две игры Вегас Квадрон легко забрала. Нато Свинцеры ответили своей победой. Это было действительно очень красиво и эффектно. Дорогие друзья, не забывайте, что это трансляция для новичков. Задавайте все свои вопросы в социальных сетях ВК, Твиттер, Лол Еспортс. Можете прямо там в комментариях писать. Наш режиссер Дарина будет отбирать лучшие вопросы. Ну и, дорогие друзья, в скором времени мы вернемся с очередной картой. Уже получается четвертый по очереди. Игра до трех побед НАТО Свинцеры против Фега Сквадрон за выход в гранд-финал континентальной лиги летнего сплита. Ну что ж, дорогие друзья, мы уходим на небольшую паузу. Никуда не переключайтесь и не уходите. Чем ты там по поводу вас и... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...